Интериа, Польша, грузины усталят революции. Моника Барковска. Интериа, Польша. 20 декабря 2019 года. Интервью с Вайчихом Гурецким, Уичи Эчгарички, историком, репортером, сотрудником Варшавского центра восточных исследований. Интериа, недавно на улице Тбилиси снова вышли демонстранты. Пара десятков тысяч человек блокировали парламент, выражая недовольство тем, что правящая партия нарушила свое обещание. Депутаты отклонили законопроект об отмене мажоритарной избирательной системы и проведении выборов по пропорциональному принципу. Это конец грузинской и краткой мечты, главной силы в парламенте. Вайчих Гурецкий, мы наблюдаем очередной всплеск общественного недовольства, однако, масштаб протестов не указывает на то, что может произойти переворот. Конечно, следует учитывать, что грузинское общество активно, оно привыкло выражать свою волю в том числе на улице. В Грузии есть традиция, при которой смене власти предшествуют уличные выступления и митинги. Политическая жизнь там очень стихийна, в любой момент можно ожидать появления какого-то катализатора, который ускорит развитие событий. Однако 10 тысяч, даже 50 тысяч демонстрантов, это еще не та сила, которая способна что-то изменить. Если их будет 100 тысяч, 200 тысяч, тогда можно будет начать размышлять, приведут ли общественные выступления к смене власти. Демонстрации были также в июне. Да, когда на межпарламентской ассамблее православных стран российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло главы грузинского парламента, это спровоцировало вспышку общественного недовольства. Люди вышли на улицы, протестуя не столько против России, сколько против собственного руководства. Инцидент в парламенте был, скорее, не провокацией, а протокольным ляпом, результатом недосмотра со стороны властей, но этот катализатор показал, насколько сильны протестные настроения. Судя по последним опросам, популярность грузинской мечты снижается. Уровень ее поддержки сейчас – 23%, а оппозиционные партии в целом могут рассчитывать на 41% голосов. Однако грузинская мечта сохраняет превосходство над отдельными оппозиционными партиями. Это самая влиятельная сила. Кроме того, если объективно взглянуть на ситуацию, можно сказать, что 23% – не такой плохой результат для партии, которая находится у власти вот уже 7 лет и сталкивается с разного рода проблемами. На этот раз уличной революции не будет, значит, грузинская мечта остается в игре. Начиная с октября 2012 года эта партия выигрывала на всех выборах, дважды на парламентских и дважды на местных, а кандидаты, которых она поддерживала, занимали президентский пост. Правда, и Георгий Маргавилашвили, и Саламизурабешвили не были членами этой партии, но она их продвигала. Все это говорит о силе партии. Хотя, конечно, мы наблюдаем обычную ситуацию выгорания движения, которая находится у власти, и усталости общества от него. Это показали уже прошлогодние президентские выборы. Кандидатка, пользовавшаяся поддержкой грузинской мечты, победила только во втором туре. При этом после первого тура развернули беспрецедентную популистскую кампанию. В частности, гражданам обещали списать часть долгов. Этой возможностью воспользовали и 600 тысяч человек. В итоге Зурабешвили во втором туре победила с отрывом в 20%. Люди проголосовали за стабильность. Грузинское общество боится политических скандалов, расшатывания обстановки. Ему надоели революции. Соперник Зурабешвили Григол Вашадзе обещал, что одним из его первых решений станет помилование экс-президента Михаила Саакашвили. Тот сейчас находится за границей, потому что в Грузии его заочно приговорили к тюремному заключению. Другой вопрос, как эти приговоры оценивать? Саакашвили – фигура неоднозначная. У него много как сторонников, так и противников. Что не устраивает людей в действующем руководстве? В первую очередь то, что оно не выполняет предвыборные обещания. Количество рабочих мест не увеличилось. Грузинская валюта становится все слабее. Цены растут. Сейчас парламент отказался менять избирательную систему. В результате общество начало демонстрировать свое недовольство. Оказывает ли грузинская церковь влияние на то, какие политические решения принимают граждане? В ее рядах нет единства. Большинство иерархов занимают пророссийскую, очень консервативную позицию, но также есть небольшая группа священников с прозападными настроениями. Грузинская церковь пользуется огромным доверием и уважением в обществе. Вот уже 40 лет ее возглавляет Илья-2, тяжело больной 86-летний человек, дни которого подходят к концу. Это очень рассудительный политик, умеющий сглаживать напряженность, но борьба за его пост между иерархами уже началась. Если появится новый, более радикальный патриарх, все может измениться. Я могу представить себе ситуацию, в которой церковь сыграет существенную роль в том, какой политический выбор сделают грузины. У них есть еще одна проблема – российская политика. Неофициальную границу между Южной Осетией и Грузией продолжают передвигать вглубь второй. Какова цель этих действий? Посты находятся в нескольких сотнях метров от основной дороги, связывающей восток и запад страны. Россия хочет заставить Тбилиси признать административную линию разграничения государственной границей. Речь идет о том, чтобы грузины возводили укрепления. Мы наблюдаем так называемую бордеризацию – появление постов в новых точках. При въезде в Южную Осетию и Абхазию не стоят грузинские пограничники. Для грузин это не граница, а россияне хотят, чтобы они возводили заграждение, укрепляли ее. Одновременно Россия прибегает к провокациям, ведя своего рода психологическую игру. Захватывать грузинские территории Москва не собирается, сейчас ей это не нужно. Надеются ли грузины на возвращение Абхазии и Южной Осетии? Грузия никогда не смирится с утратой этих регионов. Думаю, в перспективе лет 50, они, возможно, вернутся в ее состав. Но шансов на изменение ситуации в ближайшее время я не вижу. Россия не может себе такого позволить, как грузины относятся к россиянам. Двусторонние отношения между странами стали прохладными, их фактически нет. Дипломатические отношения заморозили в 2008 году. Однако неприязнь к Путину, Россия как государству с неимперскими амбициями не мешает грузинам испытывать симпатию к самим россиянам. Их многое объединяет, православная культура, общие судьбы, воспоминания о жизни в рамках одного государства. В Грузию приезжает множество российских туристов, а это приносит реальный доход. Когда после июньских событий отменили рейсы из России в Тбилиси, страна понесла ущерб. Таким же чувствительным ударом для экономики стал запрет на экспорт некоторых грузинских товаров. Грузины не дистанцируются от россиян. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.